Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Привет, мои хорошие! Сегодня вынуждена вам признаться, я иду на воровство. Не смейтесь. Пока никого дома нет у Аллочки в квартире, я решила воспользоваться этим. И посмотреть перед тем, как они будут делать ремонт. Что там есть, что им не надо, а мне надо, то, без чего я просто здесь не могу обходиться. Пока их дома нет, я пойду смотреть, что у них там есть ценного для меня. Да, мне стыдно. Но я иду туда. Кому не стыдно, пошли со мной. На шухере постоите, а то вдруг Дима вернется. А я там. Представляете, стыдоба какая. Я вооружилась сумкой на колесах и отправляюсь на дело. Возьму все, что влезет в сумку. Дима вернется. Так. Ну вот. Так. Так. Так, надеюсь, что здесь никого нет. Так, закрываем дверь и включаем свет. Снимаем обувь, чтобы ходить тихо, чтобы не выдали соседи. Так, чем тут можно поживиться? Ага, господи, ой, старость, не радость. Петух, который Борису дорог как память. Вот, петуха берем. Он без него жить не может, без петуха. Так, ну ладно, сначала посмотрим, что в шкафах ценного. Не грохнуться бы отсюда. Так, это им не надо, а мне надо. Вот крышка от этой банки, а ложка у меня есть. Ложки, похоже, у них... Нет, ложки тоже есть. Вот она. Они этим не пользуются. А я пользуюсь. Кстати, для дачи пойдет. Так, нам чужого не надо. Своё б не упустить. Так, вазу, надеюсь, они её выбрасывать не будут. Ой! Так. О, господините очки. Банку возьмем. Банка мне нужна. Здесь ничего нет. Так. Будем искать дальше. Ага. Вот это им не надо, а мне надо. Сколько же здесь добра, которое нужно было. Так. Это мне тоже нужно. Вот эта штука тоже очень хорошая. Я через неё варенье накладываю. Забираем. Ой, формы для такого кексика. Возьмём. А, вот ещё формочки для кексиков. Тоже возьмём. Чтобы потом не покупать. Это у нас что? Бумага для выпечки. Так. Возьмём. Друшлачок. Тоже выбрасывать жалко. Тоже возьмём. А это что? О, это форма для выпечки. Тоже возьмём. Так. Так. Вот это хорошая штука. Такая каталка. Тоже выбрасывать жалко. Возьмём. Вот это хорошая штучка для миксера. Тоже возьмём. Чё выбрасывать-то? А, господи. Старость не радует. Так. Ещё что-то тащу. Коробочка печенья. Я коробки люблю. Так. Воруем коробку. Ой. Так. Ну что? Всё. Остальное у них остаётся. Здесь ничего нужного для меня нет. Так. Уголочек старый тоже будет выбрасываться. Он тоже не нужен. Но мы в него залезем. И посмотрим, что здесь есть для меня ценного. Так. А что здесь? Ух ты! Ребята! А знаете, что здесь? Здесь причиндалы. От моей вязальной машины. Это, естественно, надо забирать. Ой, я уже их сто лет не видела, эти причиндалы. И ещё б столько же не видела. Так. А что здесь? Батюшки! Помните, я вам рассказывала про каретки? Вот так выглядит каретка. Это ажурная каретка. Это, естественно, тоже надо забирать. Не зря я взяла сумку на колёсах. Так. Это забираем. Теперь залезаем сюда. Так. Поднос рёндель. Конечно, мне нужен. Это мне Борис тогда дарил. Вот поднос и рёндель. Для выпечки. Это не подносы. Это для выпечки. О-о-о! Сколько здесь всего. Так. Канистру я тоже возьму, потому что она пригодится тёте Вале. Мать честная, я всего не унесу. Так. Помню, это нога подо что-то. А вот подо что? Не вспомню. Ну. Это мы тоже возьмём. Как оказалось, много всего не украдёшь. Или не унесёшь. Сейчас буду всё упаковывать. Что украла. Так. Нелызы. Надо всё самое тяжёлое класть сумку на колёсах. Потому что тащить – это тяжело. О-о-о! Ай! Ну же, вот это как? Вот жадность-то человеческая до чего доводит, а? Нет бы всё выбросило. Так нет. Тащит с собой. Закрываем барахло. Так. Так. И подтягиваем. Всё остальное положим в большую сумку. Чуть не забыла петуха. Вот было бы дело. Борис бы расстроился ужасно. Была. И моего петуха не взяла. Всё, кладём петуха. Господи! Надо всё уносить быстро. А то отберут по дороге. Как бы не сломать этого петуха. Так, Господи. Всё нормально. Ну, набрала я две сумки. И ухожу. Пока никто не застукал. Ну вот, мы сходили с вами к Кале. Я принесла две сумки вещей, которые ей не нужны, которые они хотели бы выбросить. Ну, я надеюсь, вы поняли, что это была шутка. Конечно, без её разрешения я никогда не войду в квартиру. И без её разрешения я никогда не буду трогать её или мною оставленные там вещи. Я считаю, что дети должны жить своей жизнью, и родители не должны вмешиваться. Поэтому без их разрешения я никогда у них в квартире не показываюсь. И ничего не забираю тем более. Если, конечно, на то не будет каких-то особенных, не дай бог, причин. Ключи от их квартиры у меня есть всегда. Но никогда не приду без приглашения. Надеюсь, что вы делаете то же самое в отношении своих детей. Они должны жить свободно, защищённо и так, как они хотят. Даже если у них там что-то не убрано, даже если что-то раскидано. Они так живут. Вот и всё. Главное, чтобы в вашей квартире было чисто, аккуратно, а точнее так, как вы хотите. Даже если и не чисто, и не аккуратно. А вы так живёте. Вы так привыкли. Вам так нравится. Вот и всё. Это ваш дом и ваша крепость. Кто досмотрел до конца, тот поймёт, что это шутка. А мы с вами в комментариях увидим. Кто досмотрел до конца, а кто нет. Кто поверил, а кто нет. И можно будет посмеяться. Чуть-чуть. Ну вот, пришла из квартиры Аллы. И ближе к вечеру решила сходить в парикмахерскую. Ребята, я, честно говоря, даже боюсь вам показываться. Никогда не думала, что до такой степени можно меня испортить. Я в тех видео, которые были ранее, всё время говорила, не зубы вырастут. Да. Похоже, пока эти зубы у меня на башке теперь вырастут. Я извиняюсь за грубое слово. Парик, что ли, надо было приобрести. Парикмахер хорошая. Я не знаю, что с ней было. Я раньше всегда у неё стриглась. Я вообще не пойму, что случилось. Ну, что сделаешь? Влоги же я снимать буду. Вы же всё равно меня увидите. Поэтому приготовьтесь. Я вам даю время немножко зажмуриться. Тапками в экран не бросайтесь. И уберите чашку с кофе или с чаем подальше от монитора. Приготовились? Вот такой ужас пришёл из парикмахерской. Можно было бы хуже, но некуда. Я сама расстроена, но не очень. Ну, действительно, не зубы вырастут. Ну, до такой-то степени-то уже зачем надо было тётю Любу обкорнать? Это уже не тётя Люба. Я бы сказала, это Баба Люба. Да. Ну, теперь платье-то точно не идёт. В платье совсем прям Баба Люба. Баба Люба, давай, давай, давай. Баба Люба, давай, давай, давай. Это я не вас веселю. Это я себе поднимаю настроение. Мама дорогая, такая красота была. А теперь чё? Кто знает, за сколько вырастут волосы. Может, шляпу какую-нибудь купить? Ведь на улице даже стыдно показываться. Ой, главное это видео на ночь не смотреть. А то приснится такой ужас. Всю ночь кричать будете. Я с ужасом думаю, что сейчас Борис с работы придёт. Надо будет камеру включить. У него будет шок. Главное, чтобы в обморок не упал. Слышу, пришёл Борис. Сейчас узнаем реакцию на мою прическу. Будьте внимательны. Та-дам! Привет. Здравствуйте. Постриблась, постриблась. Ну, как я тебе? Помолодела лет на 50. На 50? Мне 8 лет? Не, ну правда, скажи честно, потому что все ждут честного ответа. Хорошо. Я вижу, что тебе не нравится. Мне нравится. Очень хорошо. 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 Врёт. Вот понимаете, вижу, что врёт. Такие глаза не могут врать. Поэтому ты от меня отворачиваешься. Ха-ха-ха-ха-ха. Или глаза закатил под небеса. Что? Что? Ну, с длинными же было лучше. Знаешь что, говори честно. И с длинными хорошо. И с коровками отлично. И вообще без волосы. Замечательно. Не, ну как, вот как с ним жить? Вот скажите, люди добрые. Вот как с ним жить? Вот скажите. Долго и счастливо. Жалко. Мозг плавится. Скорей бы осень уже. Знаешь что? Я поняла, что тебе пофигу, как я выгляжу. Мне? Да. Мне вообще не пофигу. Весь день всё время думал. Как ты выглядеть будешь? Весь. Вот я приду, как ты выглядишь. Ой, не могу. Что за человек? Хорошо, хорошо. Да? Купаться будешь. И быстро высыхать. Да. А на этом я хочу свой влог закончить. Борис отреагировал так, как должен был отреагировать родной человек. Молодец. Порадовал. Завтра будет новый день и будет новый влог. А на этом всё, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok